всем привет с вами аурум и сейчас будет просто шокирующее видео на дне морском не знаю стих не приходит на ум но в общем я обнаружил ратушу по моему это ратуша до уровень 10 на морском дне ратуша уровень 10 что это и просто непонятно давайте попробуем на нее нажать и посмотрим что произойдет о боже по моему я открыл просто обнаружил какой-то клад что ли какую-то решетку это наверное какой-то ход в потайной мир что ли под подземный мир как майнкрафте называется там портал в край вот это что-то с этого разряда сто процентов ладно ребят не умею я короче играть и играться с вами что-то там ахинею какую-то городить как это многие любят делать на самом деле это очередной баг это очередная пасхалка я даже не знаю как это назвать поэтому я вот даже снимаю ролик и не знаю как это назвать как этот будет называться этот ролик потому что ну действительно непонятно это не пасхалка вроде это не баг это какая-то такая фишечка которую можно замутить в клэше как же это сделать как это выглядит давайте смотреть итак для того чтобы повторить вот такую вот картиночку нам нужна ратуша и необходимо любое здание подойдет сборщик эликсира после того как мы поставили на карту в режиме редактирование нашей деревне нужно нажать двумя пальцами на наше здание не всегда с первого раза получается так что не обессудьте мы нажимаем сейчас удалить все и подтверждаем окей и теперь видим ратушу вот наша ратуша уровень 10 можем перетаскивать ее куда угодно и если например отпускаем вот здесь то получается вот такая вот фиговина что это я не знаю опять же это ведь сильно похоже на какой-то портал выглядит достаточно интересно мне кажется это как будто ратуша уровень там 2d знаете вот когда если ратушу сплюснуть вот наверное что-то такое произойдет еще похоже на какой-то фундамент ратуши потому что эти квадратики они идеальной ну как бы идеальной практически пропорции да то есть возможно это какая-то прорисовка ратуши один из скажем так шаров нашей ратуши которая вот при определенных обстоятельствах складывается вот такой рисунок не знаю это правдык разработчиков или просто случайность но именно так выглядит ратуша если замутить все что я только что сказал стоит отметить если мы возьмем любое другое здание к примеру давайте уберем ратушу опять же когда мы ставим на поле на наше поле ратушу то это хреновина улетучивается если мы возьмем любое другое здание просто будет тень то есть давайте вот посмотрим чикс вот мы видим сборщик эликсира да он сразу у нас здесь остался мы не можем его перетаскивать если мы клад с ним ничего не происходит ладно давайте пробовать еще раз опять же не всегда получается с первого раза не знаю почему но давайте раз блин текс что-то я долго тренировался и чего-то не получается опять сборщик эликсира и ничего не происходит но должна быть тень забегу наперед скажу вам что должна появиться тень но ничего опять же не происходит давайте еще раз черт я это вырежу сто процентов сейчас начну материться и это вырежу вот наконец-то получилось все вырезал все свои маты уже вырезаны вот такой вот эликсиры когда мы ставим его получается просто тень просто тупо тень и так поверьте мне на слово в принципе со всеми зданиями я еще не пробовал не пробовал не пробовал сделать с клановой крепостью вроде у нас тоже знатное такое здание давайте его проверим тоже на наших глазах и али так съесть клановая крепость тоже тень ну в общем то все здания кроме клановой крепости я вроде перепробовал ничего интересного не происходит вот я не могу потом не удалить ничего сделать если заново поставлю клановую крепость куда-нибудь на карту то это наша тень или как это назвать у просто улетучивается давайте еще раз вот ратуша ставим эликсиро хранилище зажимаем двумя пальчиками нажимаем удалить все окей блин вот видите не всегда получается с первого раза приходится экспериментировать и экспериментировать опять двумя пальцами удалить все окей вот она ратуша самое интересно что ее можно поместить туда куда вообще обычно нельзя ничего помещать вот например на деревья то есть я дотаскивал прям до угла и появляется вот такая картиночка с этого можно делать какие-то абсолютно сумасшедшие скриншоты можете реально пробовать делать скриншоты отправлять своим друзьям и их шокировать естественно нужно подправлять вот эту менюшку потому что видно что это редактирование карты но думаю для тех людей которые в клэше хотят увидеть абсолютно все как это делаю я то есть я уже кучу каких-то багов понаходил кучу какой-то хрени поэтому не смог обойти стороной такой вот не знаю может вы подскажете как это называть давайте придумаем какое-то название этому просто этому да потому что это опять же не баг не пасхалка не глюк не просто вот вот какая-то хрень да то есть вот графический обман зрения и ну как я не знаю я даже не знаю что об этом еще можно сказать еще раз последний раз покажу как это делается и на этом ролик будем заканчивать в принципе в принципе в принципе опять же все просто но не всегда с первого раза получается нам нужно поставить я ратушу потерял где ратуша это забавно рад что самый конец переправилась ставим ратушу ставим я уже экспериментировал именно на эликсира сборщиках и я обычно выделяю именно сам эликсир ставлю два пальца одновременно на эликсир и на ратушу вот таким вот образом нажимаю удалить отпускаю и потом отпускаю сначала один пальчик а второй который на ратуше опускаю позже всего и вот таким вот образом я к сожалению не могу увеличить экран и перетянуть куда-нибудь на деревья вот таким вот образом получается вот такой вот баг будем так пока его называть не знаю что еще сказать на самом деле это забавно прикольно после этой после того как вы сами сделаете такую фишку и можете сказать что вы видели в клэше то чего другие игроки просто не замечали может это бред может это действительно фаново если вам понравился данный ролик если вам понравилась вот эта фиговина которой я не знаю название ставьте палец вверх подписывайтесь на канал и в общем удачки да и совсем забыл сказать что данную идею мне подкинул макс егоренко егоренко я точно не знаю как это читается хотел бы еще сказать огромное спасибо всем тем людям которые пишут мне не устают преподнес преподносить различного рода идей для роликов которые ну вот своими сообщениями в контакте просто действительно круто мне помогают спасибо спасибо вам всем огромное потому что действительно без вас наверное мои бы идеи уже давно бы закончились потому что я не генератор идей не могу так много генерировать различного рода роликов вот именно с багами со всеми такими делами поэтому огромное вам спасибо ребят не обижайтесь если я не отвечаю на сообщение я читаю абсолютно все сообщения абсолютно то есть каждое слово которое в этом напишите я прочитаю но в любом случае ответить всем физически не могу если это супер что-то интересно то есть я даже на какие-то супер интересная тема могу не отвечать поэтому просто ну не обессудьте действительно 150 200 сообщений в день это не в моей силе как бы ну я я просто физически не могу на все ответить но будьте уверены что если вы мне напишите то скажу о себе в третьем лице аурум обязательно это прочитает я никогда не буду давать свою свой контакт какому-то человеку и всегда будут ну я не знаю как всегда но по крайней мере вот сейчас у меня есть возможность раз в несколько дней читать корреспонденцию читать ваше сообщение действительно это иногда очень часто это полезно лично для меня какая-то аргументированная критика какие-то идеи для новых видео я просто очень благодарен вам всем за то что вы пишете но опять же не могу всем отвечать отвечаю наверное 5 процентам может быть может 10 то ну не факт вот так что как то так еще раз с вами прощаю спасибо огромное за то что вы меня смотрите в общем пока и